Какая встреча? Какая встреча любви ко мне, а не к государству? Она ушла и сказала, что больше не вернется. Мне очень жаль, Жорж. Мне больше незачем здесь находиться. У меня есть деньги, но нет музы, а значит и нет вдохновения. Слова любви не имеют при разлуке. Думаю, в скором времени мне придется уехать, Гектор. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда, где все напоминает мне о ней. Как часто нам приходится жалеть о том, чего мы сами добивались. Ничего про зелье это сказать не удается. Что еще интересного у этих шпигов есть? Четыре предмета еще, да? Да вроде ничего так толкового нет здесь. Красное платье. Я только красную крусту посмотрю. Здравствуйте. Луис, у меня для вас есть новость. Я даже не знаю, как вам ее преподнести. В общем, Злата, ваша родная дочь. Что? Гектор, вы должно быть шутите. Как такое может быть? Ведь в роддоме мне сказали, что она не вышла. Вы ничего не перепутали? Ведь это невозможно. Я не верю. Поверьте мне, я все проверил дважды. Сомнений нет, она ваша дочь. Я не знаю, как такое могло произойти. Кто-то ошибся. Намеренно или случайно сейчас уже не важно. А важно то, что вы можете ее спасти. Но как же она оказалась у Шиммеров? Они ведь ездили в Альверде, чтобы им помогли завести ребенка. По-моему, это просто история, которую они придумали, чтобы люди не задавали вопросов по поводу удочерения. Злата, моя дочь, вы уверены? Абсолютно. Но как? Как я могу помочь? Я все сделаю. Скажите. Она в крайне тяжелом состоянии. Ей срочно требуется донор. Можете не продолжать, Гектор. Я стану донором. Спасибо, спасибо вам. Я все расскажу мужу. Он будет так рад. Там наверху сценка, где один шпион бьет свою супругу. Я не думаю, что муж будет рад, потому что уже с ним разговаривали. Пойду прерву эту сценку. Я видел, что муж вас бьет. Это не ваше дело, Гектор. Я прошу вас не лезть в наши дела. Вы ничего не знаете и не понимаете. Я не намерен вам ничего рассказывать. И самое главное, Гектор, лучше вам просто забыть то, что вы видели. И не подсматривать воли за государственными слушащими. Но это мой долг. Прошу вас, Гектор, не спорить. Я очень люблю моего мужа. Он прекрасный человек. Это все, что вам нужно знать о нашей семье. Давай выходи, боец. Все, съезжаешь. Какая жалость. Ищу квартиру и три матка медной проволоки. Ищу квартиру и три матка медной проволоки. У меня сто один час. Яков, идите, откройте мне. Здравствуйте. Яков, мне нужно с вами поговорить. Тело носит крайне деликатный характер и касается вашей семьи. Я весь внимание. Не спрашивайте, как я это выяснил, но ваша дочь, которая якобы умерла при родах. В общем, на самом деле она жила. Что? Как это возможно? Я точно не знаю, или произошла ошибка в роддоме, или кто-то специально оставил ее там. Но это факт. Ваша дочь жива. И она была удочерена другой семьей. Продолжайте. Еще более невероятные совпадения. Она живет в вашем доме. Это Злата Шиммер. Клаус Шиммер приходил ко мне. Нес какой-то бред. Я думал, он пьян. Он точно был не в себе. Теперь понятно, почему. Как же нам теперь быть? Честно говоря, я плохой советчик в таких делах. Но мне кажется, что не стоит совершать необдуманных швов. На вашем месте я бы взял время на раздумья. Взвесил бы все. Все. Вы правы. Мне нужно подумать. Для начала нужно свыкнуться с этой мыслью. Уму непрестижимо зла. Это наша дочь. Вот почему она всегда мне напоминала Луизу в детстве. Мы ведь с женой знакомы с пеленок. Жили по соседству. Вместе ходили в школу. Я надеюсь на ваше благоразумие, Яков. Не сомневайтесь. В мои планы не входит устраивать скандалы или как-то травмировать ребенка. Ведь у нее есть родители. Она их любит. Деликатное дело. А вы? Как всегда верно подметили. От этого телеграмма это пришло. От этого телеграмма это пришло. От этого телеграмма это пришло. Ну, собственно, и все. Возьмите трубку, вам звонят. Гектор медийного министерства сбора информации. В вашем доме живет Иоганн Бесслер. Соберите о нем информацию и напишите характеристику. Он подал запрос на участие в национальном форуме изобретений на получение гранта. Требуется проверить его подноготную, установить индекс благонадежности. Вас понял, приступаю к работе. Выселить может кого-нибудь. Да, он там книжку читал. Разрешите представить себе, как ектор медийному, управляющий этим домом. Меня зовут Иоганн Бесслер. Я занимаюсь изобретательной деятельностью. Пытаюсь сделать наш мир лучше и удобнее. За последние 10 лет я подготовил и подал заявки уже на 153 патента. А сколько патентов одобрено? Пока что всего 4. Но я еще в начале моего пути к славе величайшего изобретателя эпохи. Чем вы занимаетесь? Сколько себя помню, я постоянно что-то придумываю и конструирую. Собираю и разбираю будильники, как говорил отец. Я подал заявку на государственное финансирование. Там выбирают молодого и перспективного инженера-изобретателя и оплачивают один его проект. Победитель поедет в столицу и сможет работать в лучших конструкторских лабораториях. Я о таком даже не мечтал. Уверен, у вас все получится. К сожалению, это зависит не от меня. Все президенты тщательно изучаются. Их несколько сотен. Говорят, изучают даже родословно, чтобы не учинить скандал, как 3 года назад. Что за скандал? Профинансировали человека, а он оказался революционером. В момент вручения премии, когда зал был битком набит зрителями и камерами, он толкнул зажигательную речь. Пока его скрутили и унесли, он успел много интересного рассказать. Но я понятия не имею, что именно. Всех зрителей обязали подписать документы о неразглашении и даже устроили показательный расстрел. Но меня не это волнует, а то, что мои идеи иссякли. Словно голова стала плохо работать. Что вы думаете о военных действиях? Я не думаю, я изобретаю. Делаю все, чтобы помочь соотечественникам. Недавно закончил чертежи с супертанком. С круговыми пушками. Они будут стрелять во все стороны одновременно. И в своих? Об этом я не подумал. Мне кажется, нужно тебе доктор альтернативных медицин. Средства для улучшения воображения. Один из наших соседей, Йоганн Беслер, жалуется на упадок сил и притупившееся воображение. Есть ли у вас что-то для улучшения работы мозга, усиливающее кровоснабжение? О, вы по адресу экстракт конской ноздри. Смешанный с выжимкой из простаты кабана. Отлично стимулирует мыслительный процесс. Называется убойный Декарт. Йоганна ждет столько гениальных идей, что я уверен, он даже не справится с их потоком. Пить строго утром. Разводить водой. Три капли на пятьдесят литров. С вас пятьсот баксов. А вот деньги. А вот искляночки. Опять страву какую-то дал. Так, давайте сейчас поговорим с бойцом. Я видел, что вы бьете жену. Какое вам дело до моей жизни? Ну, значит, в чем дело? Кристофер, вам должно быть известно мои должностные обязанности. Я не могу спускать. Спустить на тормозах факт семейного насилия. Я в затруднительном положении, Вектор. Ситуация не такая, как вы себе представляете. Но мне сложно все объяснить. Я в ее жену, потому что она этого хочет. Я вас не понимаю, Кристофер. Это шутка? Нет, это не шутка. У жены эмоционально тяжелая работа. А дома она... Вам следует знать, что я никогда не причиню ей вреда. Это трудно поверить, но я против насилия. Его и так слишком много в моей жизни. Что вы имеете в виду? Я более пятнадцати лет работаю в полиции. Сами должны все понимать. Народ боится полицейских. Мои подчиненные меня. Я своего шефа. Шеф старшего начальника. А тут министра. И так в каждой государственной организации. Причинная цепь жестокости и страха. Кто бы знал, как сильно я устал от всего этого. Признаться, я не ожидал от вас. Меня отец сбил с самого детства. Он считал, что это наилучший метод воспитания. В пятнадцать лет я сбежал в армию, мечтал вернуться и дать отцу сдачу. Но когда я вернулся, понял, что отец стал таким же... Таким? Нет хорошей жизни. И его уже не изменить. Считает, что сильный должен показывать свою силу, иначе его сожрут. Полагаю, вы нечасто видитесь со своим отцом. Все верно. Он с недавних пор живет очень далеко от так, что это несложно. Отец до сих пор любит кулать, камень помахать, хотя ему почти девяносто. Сколько девяносто? Как такое может быть? А как же в тонозе? Вы ослышались. Я сказал семьдесят. Закончим разговор на этом. Постойте. Мне пришло приглашение. Я не доживу до осени. Прошу вас. Повторяю, Гектор. Разговор окончен. Вы рассказывали, что на работе агрессивная обстановка. Коллеги, агрессивные дураки. Шеф злой, как черт. Жрет свои пончики, бесконечно огромный, как танк. Вы боитесь его? Похоже на то. Да, черт возьми. Вы попали в цель. У меня смешанные чувства, Гектор. Мне жаль, что злата досталась нам через страдания этих людей. Поймите меня правильно. Вы не забрали у них ребенка. Нам его выдали по закону. Выдали? Разве детей выдают, как сахар по талону? Разве это по закону? Вы правы. Нам пришлось, скажем так, срезать несколько углов на пути к удочерению. Но это касалось лишь нашего положения в очереди. На детей. Если бы мы знали, что злату заберет манишек, а им скажут, что она умерла при родах, мы бы никогда. Мне кажется, что вы не до конца честны, Клаус. И в первую очередь не до конца честны с самим собой. Да, чтоб вас, да. Мы бы все равно забрали ее, да. Злата, она спасла нас. Наш брак наполнил нашу жизнь смыслом. Без нее я не знаю, как мы будем жить без нее. Уходите, Гектор. В принципе, камера и имеет смысл ставить. Много интересного так узнается. Здравствуйте. Луиза, что, ответил Яков, вы будете донорами для Златы? Я в отчаянии Гектора. Яков сначала был очень рад этой новости, но когда узнал, что кому-то из нас нужно быть донором, страшно рассердился. Сам он отказывается, ссылаясь на состояние нашей медицины. Говорит, что врачи гарантированно угробят и донора, и пациента. Он отговаривал меня всю ночь. Рассказывал, какие ужасные условия у нас в больницах. Он очень хочет помочь, но так и рисковать не может. Он меня очень любит и боится потерять. У меня слабое здоровье есть еще. Маркус, простите меня, я не смогу пойти против его воли. Он не отпустит меня. Неужели нет возможности его уговорить, ведь это его дочь? Я не смогла его уговорить. Нужно искать другое решение. Может, не совсем законное. Что вы имеете в виду? Если бы мой муж уехал куда-то на несколько дней, раньше он часто ездил в командировки по делам химзавода. Но сейчас у преподавателей не бывает командировок. Я не знаю, как быть вектором. Я так хочу помочь дочери, но пока Яков здесь, это не представляется возможным. Если он что-то решил, я уже не приубедить, поверьте. Почта пришла. Ученые из Министерства конструирования будущего выступили с сенсационным заявлением. Они установили связь уровня патриотизма с биохимическим составом крови и ДНК граждан. Нас ждет славное будущее, товарищи, без предателей, без ненависти, без боли. Искореним врагов народа на генетическом уровне. На улицах города в скором времени появятся добровольно обязательные пункты приема крови. Явка строго обязательна. Сенсация. Наш мудрый вождь всего-навсего старый вампир. Только этим можно объяснить эту страшную новость. Грядут генетические чистки населения. Берегитесь заражения во время сдачи крови. Бегите. С juntos. Бегите. Гектор, что у вас случилось? У меня есть подозрение, что один из жильцов совершает что-то незаконное, пользуясь своим положением на работе. Почему вы не воспользовались экстренным вызовом полицейского наряда, Гектор? У меня нет доказательств, только слух. Вы можете санкционировать проверку? Мы все можем, Гектор. Имя подозреваемого Яков Манишек. Спасибо за бдительность. Смотритель номер 45598. Машина уже выехала. Я его заберу для дознания на несколько суток. Смотрим, как делаются добрые дела. Мы двух столкнулись вместе. Мы ждут, когда он вернется с работы. А я тем временем пока положу по комнате. А то что это? Я зря время теряю. Я нашел для вас отличное средство. Называется «Убойный Декарт». Пить строго утром, разводить водой. Три капли на 50 литров и гениальные идеи снова будут подораживать ваше воображение. Три капли на 50 литров? Да где я вам столько воды найду? Как составитель всяческих инструкций говорю вам. Смело. Это все чепуха. Я выпью флакон целиком. Беды не будет. Я бы опостерегся, Яган. Все-таки средства экспериментальные. Дозировку не зря придумали. Идеи Гектора не бывает много. Ох, ну ладно, может тут алхимик. Я нормально все делаю, просто можно инструкции соблюдать. Посмотрим в анимацию. Еще на камеру запишемся. Бой на Декарту. Один из стоявших. Снаружи. Пошел уносить труп. В общем, не зря они приехали. Ну что, сдаем квартиру. Писатель, заселяйтесь. Некого манишек. Заодно тут. Забрали. Что это напишет? На меня, может, пишет. Здравствуйте. Луиза, вы хотели поговорить? Гектор, Якова арестовали, его забрали. Я даже не знаю, почему и зачем. Надеюсь, его скоро отпустят. Ведь он преподает в школе для детей министров. Луиза, это звучит ужасно. Но это ваш шанс. Теперь вы можете спасти девочку. Отправляйтесь в больницу. Скажите им, что вы согласны стать донором. О, вы правы, да. Скажите мужу, что я делаю это ради наших детей. Вещи собрала и ушла. То, что вы мне дали, это ваше зелье убило человека. Я же предупреждал, что надо ровно три капли. Я не несу ответственности за тех, кто не следует. Не слушаю слова врача. Как вы можете быть таким спокойным? Иоганн попросту взорвался. Был иоганн бесслер, стал иоганн бах. Это такая шутка. Человек погиб. Бессердечный вы шарлатан. Гомеопатия еще не до конца изучена, Гектор. Думаю, в следующий раз нужно снизить дозу до одной капли на 200 литров воды. Продолжение следует. Итак. Продолжение следует.